Путин еще был президентом и назначал Олега Сафонова, замминистра внутренних дел России, туда своим представителем по Приморскому краю, и сказал, я направляю его в цель декриминализации края. То есть, если президент России говорит о декриминализации края, то априори считается, что край полностью криминализован. Почему? Потому что он оторван от центра России, потому что он богат природными ресурсами. В основном это морские биоресурсы, это лесные ресурсы, это полезные ископаемые. Поэтому вот этот отрыв, что он находится как бы особняком, и то, что у центра руки как следует не доходят, что он заброшен, а здесь действуют активно, но в основном действуют местные преступные структуры, китайская мафия, японская мафия, и вот это накрывается с двух сторон. Китайцы в основном работают по лесу, по лесу, по отмыванию денег, по всяким псевдобанкам, по торговле людьми там. А японцы работают по морским ресурсам, в основном по крабам и прочим. И вплоть до того, что там коррумпировали даже, даже вообще позорные явления, вот об этом сейчас громкие процессы идут, даже пограничные целые заставы коррумпировали. Это вообще немыслимо. Пограничные, пограничный отряд, руководители пограничных органов коррумпировали.